Здравствуйте! В эфире город Тессы Татьяна Дмитриева. Что представляет из себя Институт современной семьи? Какие проекты в поддержку семейных ценностей реализуются в регионе? Об этом говорим сегодня. В нашей студии куратор мероприятий проекта «Успешная семья. Успешная Россия» Маргарита Семина и представитель семейной династии Большочерниговского района Самарской области Александр Искрин. Здравствуйте, Маргарита Александр. Я хочу сначала Маргариту спросить, почему тема семьи вам стала интересна, и вы занялись реализацией такого проекта на региональном масштабе. Что вас привлекает? Почему ценность семьи важна? Ну, ценность семьи важна всегда, я считаю, была, и как бы из детства это все говорится. Актуально это тем, что много вопросов, посвященных получению жилья молодым семьям, правовых вопросов и так далее, социальных. А лично вы почему прониклись? Вы хотите отстаивать права, вот судьбы тому, что вы сказали? Я хочу оказать содействие в разъяснении прав молодым семьям, которые в этом заинтересованы, и непосредственно это также полезно будет мне, так как я в будущем все равно планирую. Конечно. То есть у вас такая правовая линия, да, ориентируйтесь на правовой аспект. Социальный правовая. Важно, да, социальный правовая. Очень важно. Расскажите, пожалуйста, об этом проекте. Что это за проект «Успешная семья, успешная Россия»? Это же в федеральном масштабе он реализуется? Да, в 2016 году проводился федеральный конкурс поддержки выделения грантов некоммерческим организациям, и наш проект «Успешная семья, успешная Россия» был поддержан на федеральном уровне. В рамках этого проекта мы решили подойти к реализации этого проекта, да, такого? К вопросу укрепления семьи более подробно, так как есть много сайтов, где юристы дают консультацию по поводу бракоразводных процессов и так далее, но нет сайтов, где пропагандируются ценности именно семейных отношений, брака, как успешного социального проекта. Понятно. Александр, а вот эта тематика семейная, чем она для вас привлекательна? Вы тоже так вот внедрились. Тема семьи привлекательна, наверное, для всех, не только для меня. Вот все мы так или иначе связаны с этой семьей, а само название проекта «Успешная семья, успешная Россия», ну, наверное, потому что я родился в успешной семье и живу в успешной России. Увидел объявление про семинар, который проводится в рамках реализации данного проекта, тема интересная, тема актуальная, решили попробовать, решил поучаствовать. Пришел на семинар, на семинаре были подняты как раз эти вопросы семьи, правовые вопросы, говорили про сайт, который будет также сделан в рамках реализации этого проекта, где можно будет разместить информацию про своей семьи, о своей семье. А дальше что? Вот смотрите, разместим информацию о семье. Это для чего делается? Ну, во-первых, это актуализация вообще ценности семейной. Вот, многие думают, что, наверное, многие так думают, что хромает у нас среди молодежи такие семейные ценности. Кто-то ставит карьеру вперед или другие какие-то, ну, другие какие-то ценности, другие устои. Ну, вам так не кажется, да? Нужно, конечно, в любом случае семья – это очень важная ячейка общества, которая стоит в основе, успешная у государства, так, собственно, называется проект. Понятно. Вот смотрите, вы относитесь на молодые люди. Сегодня замуж выходит и женится молодежь. В какие годы? Это как-то вот эта планка сдвигается? Если раньше, там, 18 девушка, 19, 20 – это уже чуть не поздно, но это уже давно первое. А сегодня как? Я могу на примере своей семьи сказать, то, что мне сейчас 25 лет, и у моего отца я уже в этом же возрасте пошел в школу, понимаете? То есть сдвигаются эти рамки. И много представителей таких, когда в 20 лет уже семья, там, стабильная работа, и... Ну, и захлопать эти ячейки. То есть вы за то, чтобы раньше создавать семью и... Нет, не то, что я за то, что или нет. Просто нормы нам диктуют. То есть в 20 лет человек еще не закончил вуз. Вот, не закончил высшее образование, не может получить профессию. Вот, соответственно, в 20, там, 2, в 23 люди заканчивают учебные заведения, устраиваются на работу, женятся. Плюс еще отсрачивается на год армия, да? Вот. Да, то есть какие обстоятельства, и вы подстраиваетесь? То есть молодежь сейчас подстраивается под обстоятельства, да? Сейчас, конечно, дело же не замуж выйти, да? Замужем не пропасть, как вы поставите, говорите. Да, замуж выйти не пропасть, там не пропасть. Так что сейчас сдвинулось это по сравнению там с поколением наших родителей. Я считаю, что сдвинулось и сдвинулось это по объективным причинам. Вот, да, хочется забраться, то есть вот для вас главное не создать семью, а чтобы она была создана вовремя, в нормальное время, подходящее, да, чтобы потом она быстро не разрушилась. И чтобы была защищена и с правовой стороны, да, вот это. Ну, как раз вот на той ориентации, что демонстрацию, там у нас на сайте будет собрана галерея семейных династий, которая уже насчитывает порядка 100, около 100 у нас, мы уже собрали информацию. Конечно. На сайте, да, региональных семья63.рф. И как раз вот это направлено на то, чтобы показать людям, что не нужно при первой малейшей ссоре идти подавать на развод, уходить там из квартиры, из семьи, а нужно преодолевать вот эти трудности. И как раз вот этот пример, где успешные династии, которые в трудовом плане, там у них по 300 лет общего стажа работы, что они вместе преодолевали всякие различные барьеры. И что не нужно разбегаться. Понятно. Вот вы говорите, не нужно разбегаться, но сейчас такая тенденция, это вот в большинстве молодых семей, что живут люди в гражданском браке и даже не оформляют своих отношений. Тогда и разойтись-то легче получается, да, что никто ничем, никому не обязан. Насколько я понял из семинара, который проводили ребята, реализуя проект, как раз таки и подход этого проекта в том, что семью рассматривают как успешный проект. Семья как успешный проект. То есть взаимодополняемая функция у партнеров. Продвигать друг друга, да, помогать друг другу и двигаться вместе в комфортных условиях и развиваться и профессионально, и во всяческих планах. Да, вот это интересно. В общем, я поняла, что ключевое слово успех, да, успешная семья, успешная Россия. То есть будет успех в семье и будет все хорошо, стабильно. По поводу разводов, я что могу сказать? Есть такая гордость в нашей семье, то, что ни разу за всю историю существования семьи, а это уже около 300 лет, вот, не было ни одного развода. Ну и как бы мы... Да, и вы будете... И я себе позволить этого тоже не могу, понимаете? Вы уже женаты? Нет, я еще не женаты. Я думала, что вы женаты не можете подходить. К выбору нужно подойти очень основательно, понимаете, с таким бэкграундом. То есть такой вдумчивый подход, не торопиться. Конечно, да. Понятно. Ну вот вы сказали, что династии, что вы собрали уже там 300 примеров династии. А вот эта тема династии, чем она важна для семьи? Потому что чаще мы в профессиональном плане, особенно раньше, рассматривали. Династия – это такой кренг сразу к профессии. А здесь семейная династия – это вот что? Расскажите. Ну, семейная династия – это не только подразумевает то, что они в трудовом каком-то плане вместе там на протяжении долгих лет что-то делали. А еще в том смысле, что многодетные семьи успешные также, которые могут похвастаться примером, что они сохранили, прошли все вот эти трудности. Все равно как бы это очень трудно морально воспитывать. Много детей, у которых трое-четверо более детей. Ваша задача – продемонстрировать, проиллюстрировать, просто показать, вот есть династии, живут семьями. Мы планируем, конечно, больше охватить, чем по заявкам у нас заявлено. И есть много желающих, которые и хотят рассказывать, и очень идут на контакт с большим желанием. Понятно. Вот я все-таки хочу еще раз уточнить. Рассказали о своей семье, на сайте вы это все выложили. Что дальше? Вот продемонстрируем. А дальше вот к чему все это? И может быть какие-то там, я не знаю, поощрения или что? Какая-то мотивация для чего выкладывать мне жизнь своей семьи к вам на сайт? Ну, нужно разобраться сначала, да, что такое династия. Нужно рассказать молодому поколению, в первую очередь молодому поколению, что такое династия. Если взять династию как верхушку, дальше, ну, в моем, по крайней мере, понимании, дальше идет поколение, одно поколение, дальше идет семья и человек. То есть, если человек себя уважает, значит, это уважение будет уважение семейным, уважение поколения и, соответственно, уважение целой династии. Не все знают свой род, там, 200, 100 лет назад, не все. Но уважая себя, нужно в первую очередь донести до людей, что начни ты с родственника самого старого, которого ты знаешь, сделай старт с него и воспитывай своих детей так, чтобы они знали бабушек и прабабушек, которых ты им передал, расскажи о них, покажи фотографии, передай эти фотографии. Вот. Для чего это нужно в нашей стране? Но без... Это же история. История каждого из нас. И без истории ничего, как известно, хорошего не получается. Вот. И, соответственно, на фоне всяческих информационных атак и войн, они будут бесполезны просто. Будем мы знать свои предшествующие поколения. И, соответственно, передавать. Самое главное, что? Стать важным, надежным звеном в этой цепи. Вот. И представители каждой династии, каждой семьи, семьи должны четко это понимать, что личный рост и воспитание детей – это основа нашего государства, основа построения нашей Родины. Ну, пока мы выгодно отличаемся от других стран, да, вот у нас сохраняются все-таки семейные традиции. Наша семья, институт семьи такой вот, не такой ветки, шатки, да, вот как где-то вот продемонстрировано. Все равно есть чем учиться у других народностей, вот у других стран. Даже у нас на территории нашей, там, огромной страны, да, у каких-то народов, там, идут из очень давних веков. Ну, традиции разные, а мы же не можем перенять или частично что-то можем? Нет, мы должны либо восстанавливать утерянные традиции, вот, либо закладывать новые. Да. Вот. Есть и старые традиции, такие как, не знаю, ну, масленица, например. Ну, сейчас, да, активно это все у нас принимается, люди радуются, да. Пасха, да, но это больше как религиозное, да. Хотя масленица тоже... Ну, это языческая там... Другой религии, но, понимаете, она прошла через многие изменения, вот, многие устои и сохранилась. То есть есть то, что... А вот, Маргарита, а вы что можете, вот, из того, что уже было, но как-то стало уходить, а вы хотите возобновить такие традиции? Есть какие-то мысли у вас? Или вы на это не ориентируетесь? Я сейчас не задумывала. У вас вот все-таки правовой социальный аспект. А что, на ваш взгляд, представляет из себя современный институт семьи? Ну, на примере вашего окружения, опять же, вот, что нужно подправить, что-то оставить, а что-то вот очень достойно продолжения? Я думаю, современным семьям, которые вновь создаются, в молодых, я имею в виду, семей, терпимости больше нужно, да, по сравнению, опять же, с предыдущими нашими поколениями, которые прожили, опять же, долгую жизнь. Вот если вы это, значит, сформулировали, нужна терпимость, вы можете с помощью вашего проекта как-то продвинуть это, чтобы сдвинуть вот этот негативный аспект? Конечно, с привлечением специалистов. Да? Да. А как? Семинар. То есть, если что-то не так, то уже тут вам специалисты, вам помогут. Ну, я хочу сказать, что мы по правосеминарам, хочу добавить, что там присутствует, помимо, я как куратор проекта, юрист проекта существует, который оказывает именно вот эту правовую поддержку. Помимо этого, мы приглашаем представителей Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, который рассказывает про, опять же, те же льготы и так далее. И, помимо этого, мы привлекаем ресурсы и источники информации для людей с определенными степенями инвалидности по вопросу приобретения для них средств реабилитации на безвозмездной основе. То есть, также представители Минсоции об этом рассказывают. А поддержка? Кто вас поддерживает? Вот вы перечислили такие пункты, нужны материальные затраты для реализации. Поддержка, кто оказывает поддержку? Ну, федеральный. Из федерального? Да, это все федеральные бюджеты, проекты полностью финансируются. И на региональном уровне вы эти средства реализуете? Да, конечно. Понятно. Александр, степень вашего участия, вот еще, расскажите, вот вы, что намерены реализовать как раз вот в этом проекте? Что у вас за спиной, за плечами? Какая основа, база, что вы можете предоставить? Какая у меня основа и база. Мне очень повезло, будучи представителем данной семьи, активным и участником этой семьи, предоставить мы можем всю родословную, начиная там с 1700, если не ошибаюсь, 86-го года. Вот. Наша фамилия была образована Трифоном Искара. Он даже не носил нашу фамилию, только его дети переняли эту фамилию. И с тех пор уже, ну, около 300 лет мы носим эту фамилию. А он кто был, вот о нем какие-то сведения уже есть? Почему? Как вам удалось узнать, что Трифон Искара? Что он из себя представляет? Как я уже сказал, у нас родственник был, который собирал это все. Он был директором музея, вот. И он докопался до таких вот глубин, что мы знаем теперь, понимаете. Оставил после себя такой огромный вклад в семью. Не только он был заслуженным работником культуры, но и оставил для собственной семьи огромную, огромную ценность. Собственно, вот это вот, вот это все древо, я планирую с помощью ребят-организаторов разместить на этом сайте. И этим примером, не своим примером, примером тех, кто устроил это древо, показать то, что возможно все. Возможно все, и не нужно думать о том, что вот мы не знаем свою прабабушку. А дальше уж мы тем более никого не узнаем. И если действительно нет такой возможности, как, я повторюсь, начните с себя. Начните с себя, пусть будете вы первым. И передавайте детям, передавайте, учите их. Вот, и ведь за молодым поколением будущее всего. Ну, то есть одна из задач, это популяризировать семьи, да, вот, статус, ценности, вообще. Институт семьи. Да, институт семьи, понятно. У нас есть ролик, в котором как раз рассказывается о семьях, которые очень долго прожили. Давайте его посмотрим и продолжим разговор. Я садовод. Садовод? Да, училась в Астраханина садовода. Ну, работала, пока замуж не вышла. Пока. А потом, много лет не работала. Он плавал, Калай Федорович, а я с детьми. Вот Лена у нас, старшая дочь. Наш первенец. Вот, 55-й год уже тоже ей, 54 года. Ну, закончил она плановый институт самарский, Клыбургский. Сын тоже, 50 лет ему. Он закончил техникум, прибор строительный и еще мореходное училище. Ну, плавал тоже, но сейчас не плавает. У специалиста судового электрика. У него дочка здесь в Астрахани живет. Закончила она университет тоже. Сейчас замужем. И вот у нее сыничка родился. Наш право. Главное, придерживались той основы, чтобы, несмотря на имеющиеся, безусловно, в жизни какие-то негативные моменты, нюансы, мы не забывали о главном, о том, что мы, значит, решили соединить свои судьбы во имя продолжения жизни, создания семьи и воспитания своего поколения в том духе, который необходим для современного общества, то есть почитания родителей, взрослых, значит, понимания своего долга перед родителями и перед страной, чтобы они никогда не теряли чувство такой ответственности. Ни для кого не секрет, что очень много семей распадаются, даже при отсутствии каких-то особых, что ли, условий, ну, неизбежных, непреодолимых. Вот, то есть в пределах отсутствия вот этих форс-мажорных обстоятельств люди принимали для себя правильную программу поведения, выработанную не только вот современностью, но и предыдущими поколениями, и я полагаю, что это позволяло семьям иметь крепость отношений и быть примером для молодого поколения. Ну... Знаете, конечно, все это замечательно, и можно рассказывать, показывать, популяризировать. Но мне хотелось бы, все-таки вот ближе к материальному, чем можно помочь или как-то вот посодействовать, да? Вот вы... Ну, вот один из примеров могу рассказать. Какого вам аспекта? Мы... к нам поступил... поступило обращение сироты, который родился в доме малютки при исправительной колонии. То есть по выпуску, по освобождению он устроился на работу и работал. И он не знал, что ему положено на квартиры как к сироте. А срок, чтобы встать на учет, нужно до 23 лет. И когда он к нам обратился, оставалось уже ему меньше, чем через месяц исполнения, 23 лет. Но если встать вовремя на учет, то право на получение квартиры сохраняется, то есть по истечению там вот этого установленного срока. И вот мы в сжатый срок помогли ему собрать все справки, необходимые документы, и встали на учет, и успешно... Да. Он говорит, а у вас юридическое образование? Нет. Потому что так все... Ну, приходится. Знаете. Но теперь будете в этой области тоже продвигаться. Александр, ну в вашей семье, наверное, таких юбилеев уже и свадеб было много, да? Да, несколько лет назад был юбилей бабушки с дедушкой, 40 лет они вместе прожили. А в том году отмечали родители серебряную свадьбу, 25 лет совместного проживания. Да. Ну, есть к чему стремиться, есть хорошие примеры, и будем стараться достигать этого уровня. Вот пока вы рассказывали про свои корни, я подумала, что это, в принципе, дает такую крепость и уверенность, тыл такой большой с тобой. Не то, что, вот, как вы говорите, можно начать с себя, но если у тебя за спиной есть вот такие поколения, такие люди, да? Конечно. То тогда, конечно, из себя ты чувствуешь в этом мире намного увереннее. Скажите, у вас есть в вашем роду какие-то выдающиеся персонажи, о которых вы тоже можете сказать, которые вам силы придают? Из последних, скажем так, выдающихся людей, это герой Советского Союза Искар Николай Михайлович, летчик, летал на истребителе, сбивал 11, сбил немецких самолетов, был ранен и госпитализирован обратно домой. Вот, заслуженные учителя, заслуженные деятели культуры, также, как это называется, герой труда. Ну, в общем-то... Конечно, да, есть кем гордиться. Ну, будем достигать их высот. Да, вот это тоже, да. Мы не можем... Такая планка, да, ниже которой уже как-то не очень... Да, мы обязаны, обязаны уже тем, что сделано. Тем, что сделано, мы должны опираться на это и видеть будущее, видеть свои цели. Они должны быть, во-первых, видимыми, во-вторых, мы должны быть сильными, чтобы достичь их. Понятно. Маргарита, в реализации этого проекта, как продвигается сегодня ваша работа? Вот вы сказали, вы семинары проводите, еще что? И обратная связь с жителями, как выстраиваются? Чего вы от них ждете? В рамках проекта уже проведено порядка 50 семинаров, еще столько же у нас к реализации запланированы и будут реализованы. На интернет-ресурсе нашим «Семья63.рф» ведется постоянная консультация юристов в рубрике «Вопрос-ответ». То есть и большинство людей именно на типовые вопросы находят уже непосредственно там ответ. И, то есть, заходя на сайт, они уже знают ответ, им не нужно обращаться. А какие-то индивидуальные личные вопросы они присылают к нам через сайт и получают консультацию юриста. Пользователей уже порядка 4 тысяч посетил сайт, около 500 получил уже консультацию юриста непосредственно. Также реестр, галерея «Семейная династия» у нас постоянно ведется и будет постоянно обновляться и дополняться новой информацией. И все желающие могут к нам свою информацию прислать, связаться с нами по почте opk063sobako.gmail.com либо по телефону 8 937 796 64 21 и, конечно же, на сайте семья63.рф. Да, ну, наверное, удобнее найти на сайте. Там эти данные, наверное, есть. Да, конечно, там все есть. На сайте, чтобы не запоминать телефоны. Вы сказали про семинары. А какая тематика сегодня актуальна? Вот что у вас требовано? Вы же организуете для людей, значит, это... Ну, в основном это, конечно же, льготы, получение льгот, выплат социальных, получение жилья молодым семьям. А где те аудитории, где вас можно найти? Как вы даете информацию об этом, чтобы... Ну, непосредственно, мы у нас через глав районов, муниципальный район, куда мы едем, там заранее развешиваются объявления, соответственно, все знают, и представители местных социальных учреждений, домов молодежи, все... Ну, это востребовано. А что за аудитория собирается? Молодые семьи, семьи, также династии, если уже какие-то появились, мы их приглашаем в качестве живого примера для беседы, для каких-то интересных развитий событий. Собственно, я так же и попал на этот семинар, таким же образом и узнал про данную деятельность. Ведется широко, ведется активно, по крайней мере, вот в Большочерниевском районе. И помощь, и административная помощь очень хорошая. Ну, конечно, потому что нужно помещение, нужно организовать все. Вот, не имея на местах, наверное, своих помощников, да, вряд ли бы удавалось собирать такие публики, потому что действительно много. Люди с ограниченными возможностями, конечно, у нас тоже один из главных. А ваша команда, она кого еще в себя включает? Потому что такие какие-то грандиозные у вас, семинаров очень много. Волонтеры. И с сайтом. С волонтерами вы сотрудничаете, да, чтобы все вот это продвинуто, проекты-то, чтобы реализовать. Помощи, да, в такой они более информационной. Теперь я тоже, теперь представитель династии тоже в команде. Будем работать еще над тем, чтобы... Это желательно, кто желает оказать помощь, юристам. Да, вот есть же вот и вторая сторона, да, вот найти тех людей, которые могут чем-то помочь, да, вот с ними же тоже нужна... Люди очень идут на контакт активно и с большим желанием, и прям рвением таким активно поддерживать проект. Удивительно. Ну давайте все-таки определимся еще раз с этим проектом. Вот ключевые вот точки назовите, что он из себя представляет, кто может рассчитывать на участие в нем, что он получит и так далее. И для чего, собственно говоря, вот основной-то ориентир, цель какая, и для чего все это, реализация вот этого на федеральном уровне? Кто может сказать? Цель пропаганды семейных ценностей именно как семьи, как успешного социального проекта, как укрепление семейных именно отношений, укрепление каких-то взаимоотношений между людьми непосредственно всеми, помощь правовая, помощь информационная. И непосредственно вот эти семьи, которые к нам заявились уже в участии, они являются участниками, уже и награждены каких-то там различных федеральных конкурсов, региональных, проводится много конкурсов, правительство поддерживается очень. И абсолютно любая семья, которая считает нужным, возможным или для себя это важным, принять участие, они могут обратиться к нам. Совсем согласна, только вот это слово пропаганда, оно такое немножко отталкивающее, да? Хочется вот обойтись как-то без этого. Хорошо, планы понятны, идеи. А методики и способы вот реализации чем вы обладаете? С помощью чего вы решаете вот эти вот задачи-то? Как раз, что у вас есть в арсенале? Ну, информационная поддержка со стороны районов, администрации районов, наше активное распространение в средствах массовой информации. Ну, вы сотрудничаете с кем? Вот на региональном уровне, понятно, проект федеральный, а здесь, вот в регионе, в городе, кто вас поддерживает? В Большечернеговском районе, как это все выстроено? Ну, понимаете, ребята являются мотиватором для людей, которые в районах, да? С главами вы, с администрациями сотрудничаете. Да, с администрацией, с администрацией, с администрацией. То есть, даже получая такое письмо в администрацию, у людей, наверное, уже должно возникать собственное какое-то желание и ответственность не только помочь провести один раз там семинар. Нет, но никто не мешает пойти дальше. В этом ребята грамотные, они помогут и юридически помогут, и приедут еще раз проведут, дадут волонтеров для этого всего. Я сам, как волонтер, с удовольствием бы поучаствовал в подобных семинарах. Это планируется, я думаю, что мы будем вести совместную деятельность. Также могут приехать к ребятам в офис, там получить какую-то информацию. Здесь же вопрос такой, что не только семья, любовь или какие-то такие романтические чувства. Нет, здесь еще как подход именно партнерский. Нельзя отрываться от нашей реальности, не чтобы все это было хорошо и красиво. Спасибо большое за разговор, за то, что вы поддерживаете эту тему. Спасибо вам за внимание, всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»